Эти кадры видел без привлечения каждый житель нашей области, но мы напомним, на видео видно, как женщина сбивает насмерть маленькую собачку. Хозяин вступается за питомца, в итоге не получает даже элементарных извинений. Виновница ЧП спокойно отправляется по своим делам. Инцидент, к слову, произошел еще на прошлой неделе, но скандал, похоже, не планирует утихать и только разгорается с новой силой, причем в прямом смысле этого слова. Вот так иномарка Ирины выглядит сейчас. Они не сразу вызвали пожарных, я не знаю, что она там бегала с ведром, может, нас дома вызывала, но мужики на улице слышали. Иначе, как народной местью, соседи Ирины произошедшее назвать не могут, ведь после того, как скандальное видео появилось в интернете, Советск в буквальном смысле слова разделился на две части. Как только не называли владелицу Вольцвагена. Таких людей садить надо, как минимум, а я бы вообще в их... тоже так же. Я думаю, виноват хозяин, потому что он не следил за собакой. В принципе, тем более, там машина вроде большая была, а женщина не видела собаку. Что я могу сказать? Смотреть надо. Во-первых, хозяину за своей собачкой, чтобы она не попала под машину. Женщина уже тут второстепенная роль. А в первую очередь виноват хозяин. Вот то самое место, где, по словам главной героини, произошел несчастный случай. Возможно, инцидент так и остался бы незамеченным. Но по периметру близлежащих магазинов расположены сразу несколько видеокамер. Причем установил их, как нам удалось выяснить, бывший супруг Ирины. Сама женщина сейчас пребывает в глубокой депрессии. Поэтому с нашей съемочной группой согласилась пообщаться только по телефону. Я не могу из дома выйти теперь. За мной следит такой шею, за 24 часа вступки. Какое следующее? Вы даже не представляете, как дожди машину, что могло случиться. Могу взорваться был в дом, потому что две машины стояли. Это просто было то, что сын увидел. Но низу же вершебный пей. Вы понимаете, до чего дошло? Вот это шутка. А все знают, от чего это идет. Провокация бывшего мужа. Вот он все время говорил одну и ту же фразу, что хочет меня уничтожить. Вот он его уничтожает медленно. Более того, народная месть настигла и знакомых Ирины. Одну из ее коллег по работе также попытались повредить машину и списали неприличными надписями. Поэтому теперь женщины боятся показывать свои лица. И только в личной беседе делятся новыми подробностями. Как говорят, что она в виде желатая детка, это собака. Собака маленькая. Ну, она маленькая, да. И вот мы сами предсориентировали. Она носила подверг, вот девочка стоит. В соседнем заведении, на котором, к слову, также установлены видеокамеры, нас встретили еще более холодно. Я интервью не даю. А почему? Потому что. Ну, а можете хотя бы пару слов сказать? Сама Ирина понимает, такую реакцию общественности вызвало, скорее всего, далеко не видео с собачкой. В 2015 году на этом же месте она сбила двух пожилых женщин. Одну из пострадавших в итоге госпитализировали. Но тогда, призналась женщина, она не бросила их в беде. Отвезла в больницу и всячески помогала. Сейчас женщина убеждена, во всем виноваты интернет-сообщества, которые раздувают из мухи слона. И люди опять по-новому. Дварь, скотина, убить, уничтожить и так далее. Это что, шутки? Я записала заявление в полицию уже на него. И будет написано заявление на всех, кто в этом принимал участие. Понимаете? Потому что я не сделала ничего криминального такого, чтобы сделать из меня монстра. Понимаете? Убийцу. Как будто я вот уже все уже. История смотрится еще трагичнее, если учесть тот факт, что несколькими днями ранее в сети появилось вот это видео. Камеры системы «Безопасный город» зафиксировали спасение котенка из-под колес автомобилей. Водитель «Пежо» остановился и подобрал животное. На ролике видно, что автомобилист взял котенка с собой в салон. Денис Дегтярев убежден, на его месте каждый поступил бы так же. Я считаю, что это простой человеческий поступок. Я думаю, что на моем месте бы очень много людей поступило точно так же. И я уверен, что десятки человек, если не тысячи, каждый день совершают такие же поступки, мы просто попали на видеокамеру. Слишком много обращают внимания, пишут благодарственные письма. Я сначала отвечал спасибо, потом я чувствую, что я уже захлебнулся, я уже не в состоянии всем ответить. Мне очень нравится, что вот этот поступок взбудораживал наше общество, показал все-таки, что у нас очень много хороших людей. И я уверен, что этот поступок немножко внесет больше добра в мир. Быть добрее друг к другу сейчас призывает и героиня скандального видео из Советска. Ирина искренне раскаивается и просит горожан перестать ее травить. Полиция, в свою очередь, активно занялась поисками поджигателя. Следователи не исключают тот факт, что машину могли поджечь из мести. Потом определенных интернет-формаций мы также учитываем и дальнейшую нашу работу, и отрабатываем соответствующих лиц на причастность. Сейчас оперативники изучают улики и готовы возбудить уголовное дело. А жители Советска в один голос твердят, эта история должна стать уроком для каждого. За преступлением всегда следует наказание. Светлана Федорова, Михаил Эльбаум, служба новостей, город.